Лето в самом разгаре, а подготовка к отопительному сезону уже началась. Сразу в нескольких частях города меняют подземные коммуникации. Дело это долгое и трудоемкое. Например, на площади Победы работы займут около месяца. По плану, ремонт должны были начать еще 23 июля. Однако, по факту, специалисты приступили к нему лишь в конце прошлой недели. Раскопали больше 100 метров проезжей части. В скором времени ветхие трубы заменят на новые. Речь идет о замене магистральных тепловых сетей. Это плановые работы, которые Т-Плюс проводит в соответствии с графиком. По графику, который согласован с администрацией города, работы на данном участке должны завершиться к 18 августа. Чтобы встретить морозы во всеоружии, теплосбытовая компания готовится к зиме заблаговременно. Впрочем, работы вблизи одного из самых проблемных перекрестков практически парализовали проезд легковых авто. Из-за ремонтных работ четырехполосный участок улицы Варенцовой сократился до одной полосы. Из-за этого движение автомобилей и общественного транспорта здесь сильно затруднено. Чтобы проехать одну остановку, он требуется 15-20 минут. Вереница неповоротливых троллейбусов в перемешку с личным транспортом растянулась по улице Богдана Хмельницкого почти на полкилометра. Привычные для этого места утренние и вечерние заторы превратились в перманентную пробку. Ремонтная работа здесь. Вы знали об этом? Нет, не знал. Ну, ехал с Багаева, повернулся сюда налево, где ничего не написано было. Не предупреждает никто о таких случаях. Встали в праздник и уже нигде не объехать. Просто тратить. Скажите, пожалуйста, вы знали, что здесь такая ситуация сегодня? Как вам вообще обстановка? Не знал я. Вторую остановку еду в 20 минут. Как в мегаполисе. Куда мы знали, что такое будет? Уж явно бы не поехали сюда. Не очень приятно, конечно. Если бы знали, поехали бы здесь? Нет, объехал бы по Велевской. Чтобы хоть как-то разгрузить перекресток Варенцовой и Палехской, потоки разводят регулировщики. Впрочем, толка от этого немного. Как выяснилось, движение личного транспорта на время работ должно быть ограничено. Право на наезд по Красной Армии сохранят лишь автобусы, троллейбусы и маршрутки. Схему объезда на время проведения работы разрабатывает специализированная организация. Она согласует ее после этого с ГИБДД. И в соответствии с этой схемой на данном участке организовано движение. И мы призываем водителей обращать внимание на знаки со схемами объезда. Это желтые таблички, которые заблаговременно на дороге можно увидеть. Площадь Победы – далеко не единственное место, где ведутся аналогичные работы. Практически все они выполняются в соответствии с графиком. В настоящий момент также ведутся глобальные работы по тепловым сетям. Это у нас Ташкентская, Крутицкая, Суворово, Народная. Сейчас подали заявку также на капремонт. Это улица Фурманово. Чтобы транспортный коллапс не повторился, автолюбителям следует скорректировать маршруты передвижения. А дорожным службам уделить больше внимания информационным табличкам. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.